Полюшка Рязанская, помоги, родная, С бедами и скорбями я к тебе иду, И рукою ласковой, обними святая, Я к тебе горячую молитву возношу. Полюшка блаженная, всех ты принимала, Не имела зрения, видела грехи, Старого и малого любовью окрыляла, Не давала им уныния, тоски. Полюшка Рязанская, сколько ты молилась, Возвращала к жизни, давала благодать, Быть благочестивою ты всегда стремилась, И в тебе молитвенность к Богу не унять. Полюшка Рязанская, как же ты скорбела, Ты жила без матери, без отца была, Но дар прозорливости милая имела, Всех воодушевляла, с Господом жила. Полюшка блаженная, много лет минула, Но к тебе горячую молитву возношу, Помоги нам, Полюшка, всем нам дай терпенье, У твоей часовинки часто я стою. И в село Захарова часто едут люди, Спрашивают всех, как в Полюшке пройти. Встанем на коленочки, все молиться будем, Полюшка любимая, ты нас отмоли. Как бы ни сжигали часовинку родную, Ты для нас, любимая, будешь навсегда. Полюшка Рязанская, всех ты согреваешь, Над тобой зажженная Господом свеча. Полюшка Рязанская, ты нам завещала, Чтоб молились дольше, мы в церковь часто шли, И слова напутствие, а ты нам оставляла, Просим приезжать к тебе почаще, разреши. Полюшка блаженная, ты примером будешь, И к тебе горячую любовь нас не унять. И опять к часовинке часто едут люди, Поклониться Полюшке, грехи свои сказать. И опять к часовинке едут, едут люди, Поклониться Полюшке, грехи свои сказать. Блаженная Пелагея родилась в селе Захарова, Захаровского района Рязанской области, в 1890 году. Она была слепенькой от рождения, и уже в трехлетнем возрасте Господь дал ей дар прозорливости. Очень много людей получили от прозорливой девицы Пелагеи назидательных наставлений и предупреждений, Хотя здесь я покажу очень малую часть. Умерла блаженная праведница и великая подвижница и молитвенница Пелагея Рязанская слепенькая в 1966 году. Прозорливая Пелагея давала ответ сразу на любой вопрос. Но если вопрос был более сложный, она молилась всю ночь, беседовала с преподобным Серафимом Саровским И тогда давала ответ, как нужно поступить безошибочно. Блаженная девица Пелагея была очень большая молитвенница и постница. Слепенькая от роду, мясо она никогда не ела, а в первую, четвертую и седьмую недели Великого Поста Вообще не вкушала пищи, кроме просворы и стакана святой воды в день. Молилась Пелагея много, по несколько часов утром, днем, вечером и ночью. С раннего детства и до 75 лет она неизменно делала примерно 12-14 поклонов в минуту. Блаженная Пелагея молилась красиво, осторожно, внимательно, ровно, словно маятнику часов. Много молилась на коленях. Она много акафистов знала наизусть, знала силу и значение креста. Блаженная Пелагея делала по 10 тысяч поклонов за 14 часов молитвы в сутки. Трудно себе представить, сколько нужно потратить сил за один день молитвы. А за 7 дней. А ведь выглядела она, как хорошая сдобная пышка, самая наилучшая, из самой хорошей муки. Однажды моя мама заболела и решила навестить девицу Пелагею Прозорливую. Когда она приехала, то блаженная Пелагея встретила ее особо дружелюбно. Она уже знала, что моя мама беременна мною, знала и ее тайную в голове мысль сделать аборт и отговорила ее. Прозорливое поле, как ее звали, очень много раз отводило меня от неминуемой смерти. И в этот раз Господь через свою угодницу сохранил мне жизнь. Сама поле рассказывала мне об этом спустя много лет. Когда у меня народился мальчик, я хотел назвать его в честь отца Петром и решил поехать к ней, чтобы поговорить и посоветоваться об этом. Когда я ей сказал, что у меня народился мальчик и хочу назвать его Петей, то она была очень довольна. И стала она мне рассказывать, что моя мама хотела сделать аборт, но я ей сказала, что не надо. Сказала ей, что мальчик будет очень хороший и я ему буду крестной мамой, а когда родится и от него мальчик, то я ему буду кумой. Все так и сбылось. Когда после моего рождения мама приходила к поле, то она сразу спрашивала, как мой крестник, приказывала маме, чтобы она меня берегла и делала особый досмотр. И так мы жили дружно. Часто девица Пелагея Прозорливая ездила к нам погостить. Она любила маму за ее подвиг. Мама была с ней так близка и откровенно во всем. Когда блаженное поле гостила у нас, то к нам приходило и приезжало много народу, чтобы побеседовать и посоветоваться с ней. Вопросов и ответов было очень много. Я помню, но не все покажу. Если писалась бы книга, то я бы все показал. Покажу то, что существенно и важно. Девица Пелагея в 12-летнем возрасте, хотя и имела уже 9 лет дар прозорливости, претерпела дьявольское искушение. Сатана толкал ее на грех самоубийства, но бык ее не тронул. Осталась жива. Пелагея рассказывала, что к ней подошла женщина в монашеском облачении и увела с дороги. Это была Царица Небесная с иконы Покровского монастыря в Киеве. Игумения Небесная взяла слепенькую Пелагею за руку, довела до амбара, посадила ее на лавку и сказала, «Следуй за мной». И вдруг они оказались в таком ужасном месте, где океан огня. Богородица сказала трижды, «Смотри на свой грех». И хотя поле была слепая, она сразу увидела весь ад. Очень трудно его описать. Святые отцы говорили, как нарисованный огонь отличается от настоящего, так и настоящий огонь отличается от гиенского. Блаженная Пелагея была в аду. Как же она потом всю жизнь молилась Богу, день и ночь. И мало кто знал, какая это была великая угодница Божия. У нее был дар от Господа самодвижной молитвы и дар слез. Скольких грешников она этими слезами отмыла, скольких грешников она из ада вымолила. Такой подвиг немыслимо вообразить и представить. Блаженная Пелагея знала не только мытарство, 20 экзаменов, где каждая душа после смерти дает ответы за грехи, но и сама видела в аду то, как именно и за какой нераскаянный грех мучается данный человек. При беседах я много раз разговаривал с ней о загробной жизни. Как там существует мир, трудно представить и вообразить. Рассказывала мне Пелагея все подробно. Страшно слушать, но я внимал ее словам и благодаря ей был очень внимателен к жизни и осторожен. Вопросов было много. Я спрашивал Полю, есть ли в нашей родне кому очень плохо на том свете. Она ответила, есть, моя дальняя родственница Энн, которая жила со свекром. Блаженная бабушка Поля говорила, за кого из умерших мне молиться. За мою маму она сама целый год молилась, чтобы, как она сказала, мама прошла одно мытарство. Я догадался, за аборт, хотя она и не сделала его, но намерение тоже вменяется в грех. Научила она меня читать псалтырь и каноны. А потом блаженная Пелагея благословила меня написать для одной бедной женщины весь псалтырь. Я потрудился, и за 20 дней он был написан. А всего по ее благословению было написано 6 псалтирий. Четко, красиво, как солнце. После написания псалтыри Поля мне сказала, ты будешь со мной. Прозорливая Пелагея предсказывала, какая моя будет смерть. Петя, или крестник, или кум, дай мне руку. Есть на руке пальчики? Я сказал, как же есть? Тогда она мои пальцы одной руки, а затем другой, и пальцы ног, как бы обволакивала и говорила, что каждый пальчик будут усекать на 10 частей 10 раз. Но мне тогда было тихо, спокойно. А смерть моя будет жестокая? Она, видно, всем будет жестокая. Блаженная девица Пелагея долго рассказывала мне значения разных псалмов, многих молитв. Однажды мы были вместе целых три дня. Она только говорила, а я писал о значении каждого угодника Божия. Кто, от каких болезней помогает. Многое другое. Полную тетрадь написал. Поля Прозальвивица мне сказала, будешь много помогать людям. Встречал много больных и до сих пор встречаю, помогая всем по тетрадке. Я помню ее слова, все исполняю. Однажды подвижница Пелагея по поводу свадеб в Великую Пятницу сказала, что за тех, кто Божьим попущением в свадьбе участвует, даже молиться нельзя. И добавила, кто не согласен, получит пред Господом двойной грех. Пелагея угодница Божия говорила, что нельзя молиться о тех, кто сжигает тела своих родственников и о самих сожженных. Худо будет всему роду. Сжигание телес – это даже и не грех, а само служение сатане, от которого будут и жестокие мучения. Прозорливая Пелагея предсказывала еще в то время, когда Хрущев закрывал храмы, что в России будет время, в которое откроются все храмы. И у нас в Захарове откроют храм. Но тогда храмы будут служить зрелищем для народа. Народ не будет знать молиться, а люди будут истуканами. Тот, кто мало молится, холодно, вяло, кое-как, без страха Божия, есть истукан. Однажды, в Великий Четверг, было 2100 причастников. Священник причастил всех, но Господь причастил 38 человек. Делайте для себя вывод. «Страшное кощунство», — говорила Пелагея, «пред причащением святых христовых тайн не делать три земных поклона». Где наставники? Их нет. Пропала Россия без земных поклонов. В храме надо строго все соблюдать перед Богом, иметь страх, уважение к святыням. Человек рожден для рая, а не для ада. В ад идет каждый ради своей дурости. Примите к сведению, от Рязани до Михайлова 70 километров. Вот в такую глубину идут души в ад. В последние времена на каждого христианина будет сто и более колдунов. О, какая страсть! Прозорливая девица Пелагея предупреждала, «Киоскам, книжным и газетным близко не подходите. Сколько же книг чародейных и колдовских под руководством евреев выпускают во всем мире? Скоро и у нас грудами будут лежать». В последние времена народ весь будет больной. Какая будет смертность? Все за то, что народ не будет крестом креститься. Болезней от Бога не будет. Делайте для себя вывод. Бабушка Пелагея Прозорливая говорила, что придет время, когда будет великое множество больных раком головы, говорила, что без головного убора женщина не должна ходить и даже спать. Эта жестокая болезнь будет от дьявола. А сколько народу умирает от рака, от сердца, от других болезней? Будут умирать больше, но только от чародейства и колдовства. Она мне сказала, что перед Антихристом все болезни будут от дьявола, в лапы которого, перестав креститься, отдаст с себя народ. От Бога смерти уже не будет. Убивать будут или бесы, или слуги Антихриста. Весь мир несет русскому народу зло и смерть, хочет истребить его с лица земли всеми путями и средствами. Это слова девицы Пелагеи Слепенькой. Блаженная девица Пелагея очень укоряла матушек за то, что они толкают на стяжание священников за их нерадение о своих женских грехах перед Богом. Грех нерадения истязуется на пятнадцатом этарстве, непокорность властям и мужу, ношение масок или искажение образа Божия в лице, нахождение идолов и собак в доме, разное гадание и обаяние. Она сказала, что таким матушкам предстоит страшное. В аду есть специальное место для таких матушек. «Еще она говорила, что помадка часто содержит собачий жир». Если дом освящен, поселяется Господь, а если допустили собаку в дом, благодать Святого Духа уходит. У кого собаки живут в одном помещении с иконами, тот не должен допускаться ко причастию. Я спрашивал, «Поля, скажи мне, есть ли в священстве прозорливость?» В ответ, «Считай, почти нет и не будет». Я от ее слов содрогался, представляя себе на память, сколько у нас в стране храмов, монастырей. До меня это никак не доходило, я не мог поверить. Тогда я еще думал, поскольку священники находятся в алтаре, они ближе к Богу, они все Божьи. Еще в молодости я хотел стать священником, но прозорливое поле не благословило меня принимать сан. Она сказала, что надвигается на нас такое время, в которое будет невозможно соблюдать ни монашеские, ни священнические обеты, что если рукоположишься, тогда не спасешься. Поэтому в мой адрес Пелагея сказала, «На десять верст от священника, то есть от сана, а сам трудись, да и молись усердно, не только днем, но и ночью. Ночью сначала немного, а потом много, скоро печать. Я послушался ее, теперь у меня семья, дети, а служу алтарником в храме города Айзань. Святитель Задонский Тихон учит про пять видов моления. Это пламенная молитва. Молитва горячая, теплая, холодная и ледяная. Сам делай вывод, как ты молишься. Надо просить, «Господи, прими мою молитву не как Ниллы, а как Афония». Афоний был тем иудейским священником, который хотел опрокинуть гроб с Божьей, Божьей Матерью. Но ангел Господень усек ему обе руки. Когда Афоний взмолился с покаянием к Сыну Божию, они опять присоединились к своему месту. Достоевский молился, как евангельский мытарь, со слезами. Бывало, всю службу простоит на коленях и ни разу не встанет, и не любил, чтобы его замечали. Берите с него пример. Многие монашки и монахи в монастырях страшно плохо молились, не соблюдались монашеские обеты. Бог попустил, что за нерадивое отношение, за нечестивую жизнь монашки в тюрьмах были осквернены насильственно надзирателями, а затем после мученической кончины отправлялись в ад, говорил облаженная Пелагея Рязанская. «Все колдуны ужасно ненавидят православных священников. Таким страшным магом был Хрущев», говорил облаженная девица Пелагея. «Он жаждал умертвить одну треть населения и поэтому приказал вместо пшеницы засевать плевелы из Америки, чтобы истощать землю. Хрущев обещал уничтожить все духовенство, а последнего священника показать по телевидению. «Христиане, вот вам великий секрет. Идет жестокая борьба за полное уничтожение христианства». Преподобный Серафим Саровский сказал девице Пелагеи Слепенькой молиться Богу и Божьей Матери против жестокости Хрущева. И блаженная девица Пелагея взяла подвиг и более трех месяцев сто дней пламенно молилась, чтобы Господь убрал с престола этого самозванца. О, сколько труда было положено на молитве! Одна просвора и стакан святой воды в день. И он был неожиданно для многих снят с работы. Господь услышал ее молитву и духовенство было спасено от истребления и народ получил ослабу. Вот что значит молитва одного праведника перед Богом. Блаженная Пелагея Рязанская говорила о последних временах много. «Будет большая скорбь, когда слуги антихриста будут лишать верующих пищи, работы, пенсии. Будет стон, плач и многое другое. Многие будут помирать и останутся только крепкие в вере, которых Господь изберет и доживут до второго пришествия Его». «Когда Господь попустит явиться антихристу, тогда большинство духовенства сразу перейдет в другую веру, а за ними и народ», говорила блаженная Пелагея Рязанская прозорливица. «Антихрист принесет в жертву многие народы, которые сатана для этого приготовит, превратив их в жвачный скот». Сегодня уже всякому человеку известно это дьявольское изобретение. Для того малого времени блаженная Пелагея сказала, «Чтобы верующие заготовили себе майские липовые листочки, они будут для пищи. Страшный голод будет, а липа безвредная». Преподобный Серафим заготавливал травку с ниток, ею и питался. «Пищи не будет, воды не будет, жара несказанная, угрызения зверями, на каждом шагу будут удавленники висеть. Нужно много молиться, чтобы не дожить до тех ужасных дней, а особенно читать Акафист святым семи отроком ефесским». Большинство людей в мире с голоду примут от Антихриста печать. Очень мало кто не пожелает. Эта печать навсегда запечатает принявших ее для благодати покаяния. То есть они не смогут никогда покаяться и пойдут в ад. «Пищи для принявших печать хватит у Антихриста только на шесть месяцев, и тогда у них начнется великая скорбь. Они начнут искать смерть и не найдут», говорила слепенькая Пелагея Рязанская. «Блаженная Пелагея говорила, что русский народ будут душить всеми средствами, а адвентистам с сатанинской вере зеленую улицу. В нашей стране будет столько самоубийств. Все еще впереди голод, а при голоде людоедство, война, а затем выбирать Антихриста». «Приложите все попечения, чтобы Господь избавил от садомского греха. Сатана даст команду срамить этим грехом особенно духовенство и монашество». Об этом грехе Пелагея слепенькая много говорила, но я тогда не знал значения этого слова. «Он будет распространен в больших масштабах. Это мужеложство». «Антихристово учение будет отличаться от православного Христова учения только тем, что будет отрицать искупительный крест», предупреждала угодница Божия Пелагея Рязанская. «Адвентисты седьмого дня есть первые враги креста Христова». «Много епархий уже лишились епископства перед Богом за то, что владыки не препятствуют и не обличают врагов креста. Много звезд спало с неба, как и предсказано в Откровении, то есть церковь лишилась многих архипастырей перед Богом. За это постигнут Россию страшные беды, много городов будет уничтожено самим Господом, хотя и будут открываться все храмы». Прозорливая девица Пелагея говорила, что все зло, которое будет сосредоточено в России, сметут китайцы. Горько она плакала о России. Что с ней будет? Какие ее постигнут беды? Что будет с Москвой? В один миг под землю. Что с Санкт-Петербургом? Так будет называться море. А Казань – море. Говорила Пелагея о том, что ей было показано. Ангел Господень известил великую подвижницу Пелагею о том, что к ней через шесть часов явится душа Ленина. Ангел предупредил ее о том, что вид его таков, что всякий, если неожиданно увидит, то от страха и ужаса сразу смерть. Она шесть часов пламенно молилась на коленях и клала поклоны, чтобы Господь укрепил ее и отвел неминуемую смерть. Душа Ульянова сказала Пелагеи, что ей тошно, жарко и просила помощи. «Только ты все обо мне знаешь, ты можешь помочь». Блаженная Пелагея ответила, что может попросить Господа воскресить его на три дня, чтобы он рассказал всему миру, что такое ад, и покаялся всадеянным публично. Тогда Бог его помилует. Но Ленин захихикал и сказал «Не-е-е-е-ет», а затем он исчез. «Что будет твориться на русской земле? Какая скорбь надвигается на нас впереди», говорила прозорливая девица Пелагея. «Чародейство охватит всю Россию». Раньше Париж был в логовище сатанинское. Оттуда везли к нам чародейные книги. Вот зачем ездили наши богатые Позднее Варшавы было логовище сатанинское Свили гнездо поближе к России Сейчас Петербург стал логовище сатанинское Столько завели в нем чародейство Что провалится и образуется на этом месте море Казань и другие города будут в недрах земли Говорила праведница Пелагея Прозорливая При том, что девица Пелагея была слепая И света солнечного не видела Зато видела свет божественный К которому и стремилась через молитвы и святыни Видела она и настоящих пастырей Ревностному служению которых содействует благодать Божия В 1936 году гостила у нас блаженное поле И пришел к ней батюшка, диакон Симеон Иванович Стали они беседовать, говорили много и о многом Отец Симеон задал ей вопрос Скажи, Пелагея, мне вот что? Слышит ли Господь мою молитву во время богослужения? Она перекрестилась и сказала ему такое слово Когда ты ведешь службу, то Господь не только слышит Но и весь свой взор обращает на тебя Перекрестившись еще раз, добавила Готовься к принятию награды золотого венца И действительно, вскоре батюшку Симеона Ивановича арестовали и расстреляли Обещанный золотой венец получен Вот какая вселенная Сколько православных храмов Но Господь любит тех, кто от души, от чистого сердца славит его В 1950 году я был с ней в Москве на богослужении в храме, что в Сокольниках Там мы причащались, и Пелагеюшка слепенькая сказала Что священник, который нас причащал, подобен Господу, как солнце Весь в солнечном свете Как же достиг он такой благодати? Значит можно, значит надо больше трудиться И показывать народу путь Господень Блаженная девица Пелагея Еще в отрочестве совершала паломничество свято-троицкую Сергию Лавру По пути к преподобному Сергию она сказала о храме в честь иконы Благовещения Что он будет существовать до скончания века Храм этот находится в городе Зарайске Московской области Ей было свыше открыто, что в конце времен останется на белом свете только семь храмов, семь святилищ Господь сам будет беречь их до второго своего пришествия То есть они будут стоять твердо в правой вере А в других местах будут так избивать, что еле жива останешься Будет такая особая жестокость над верующими, такая, что даже святые отцы не могли описать Вот тогда и приезжайте в Зарайск Безучастность духовенства к окружающим Равнодушие к происходящему И другие страшные слова говорила мне подвижница Пелагея о священниках Я от ее слов входил в ужас Даже вступал с ней в спор Но она мне сказала твердо Слушай и молчи А то вменится тебе в грех и Господь не простит Тогда, когда она говорила мне, я очень ее боялся и слушал Все запоминал Много раз повторяла Божия угодница Пелагея Богатые священники распяли Господа Богатые священники свергли царя Богатые священники приведут нас к антихристу Сами для себя делайте вывод Пелагея предсказывала Что народ скоро не будет знать, как молиться И не будет молиться Она говорила, что скоро будет всемирная вера И что наше духовенство для нее будет восстанавливать и готовить храмы Сказала, что архиереи разрешат проповедовать у нас адвентистам седьмого дня Которые ад винтят и отрицают животворящий крест Вот какая будет цель у нашего духовенства Открыть все двери антихристу Блаженная девица Пелагея говорила Что раньше церковь готовила народ для рая А сейчас для ада Священство и народ не знают, как перекреститься Сделано все умышленно Большинство духовенства не имеют разума Бога и народ не любят Все сделано священством, чтобы народ молился небрежно Кое-как Хотя вся сила в крестном знамении Я знаю один такой случай Когда слепенькая Пелагея стала креститься И немного не донесла руку до плечевого сустава А попала в ямку То я хорошо помню, как она каялась Она говорила, что большинство священства этого не понимают За что и пойдут в ад Крест есть символ победы над дьяволом И не только Блаженная Пелагея говорила Что при правильном сложении перстов Из них исходит огонь И когда мы наносим на себя крестное знамение То благодатный огонь опаляет Освещает и очищает наше тело Кровь, подаваемая сердцем Проходит через огненный крест И поэтому очищается от всего дурного и страшного Все сгорает Поэтому чем больше мы крестимся Говорила Пелагея Тем чище кровь Тем выше разум Тем ближе к Богу Тем быстрее доходит наша молитва до Господа В этом значение креста А ведь многие не знают Священники подают пример народу Как жить без крестного знамения Говорила Пелагея слепенькая Тем самым они предают народ сатане Да и сколько тяжких грехов в народе А они молчат Исключение – редкость Даже духовные заведения Готовят священников для ада Что, скажете, может быть страшнее? Она говорила мне Что богатое духовенство Всегда оправдывается без стыда И совести на ее слова Из кожи вон лезут Говорят, что они хорошие Нынешнее священство Всем бедам беда Говорила блаженная Пелагея Рязанская Однажды Прасковья Семеновна Застала плачущим своего племянника Преподобного Серафима Саровского И он своей тетушке все объяснил Его ответ потом был напечатан В третьем томе Настольной книги священнослужителя Господь открыл мне Сказал он Что будет время Когда архиереи земли русской И прочие духовные лица Уклонятся от сохранения православия Во всей его чистоте И зато гнев Божий поразит их Три дня стоял я Просил Господа Помиловать их И просил лучше Меня лишить Убогого Серафима Царствия Небесного Нежели наказать их Но Господь не преклонился На просьбу Убогого Серафима И сказал Что не помилует их Ибо будут Учить учением И заповедям человеческим Сердца же их будут стоять Далеко от меня Сколько много архиереев Что они думают Как они думают помирать Что их ждет Вечный огонь Это слова блаженной Пелагеи Слепенькой Которая видела ад Большинство духовенства Двадцать веков Идет в огонь вечный Ведет за собой народ Ад уже полный Сама Пелагея Слепенькая Была в аду Это океан огня Она говорила Что каждый должен Представлять эту картину Загробную Чтобы не попасть В этот океан К пришествию Антихриста Христиане Из-за священников Не будут понимать Истинного Христово Учения Говорила блаженная Пелагея Прозорливая Блаженная Пелагея Пелагея предсказывала Что в последние времена Будет повышение пенсии И объясняла Что это К скорому приходу Антихриста Первосвященники При помощи помещиков Свергли царя Говорила Пелагея За это Их постигла Кровь Мучения Смерть Их судьба За гробом Огонь Вечный Скажете Не правда? Да правда Священство Долго рубило Тот сук На котором Сидело И поэтому Говорила блаженная Пелагея Великое множество Духовенства Приняли Страшные Мучения И Несмотря на Мученическую Кончину Отправились В ад Ведь они Освобождали От помазанника Божия Земной Престол Для Антихриста Христиане Сделайте Себе Вывод Наставляйте Друг друга Назидайте Один Другого Это Слова Апостола Первое Послание Фессалоникийцам Глава 5 Стих 11 Послание К евреям Глава 3 Стих 11 Глава 10 Стих 25 А то Ведь рта Боитесь Раскрыть Говорила Пелагея Слепенькая Подвижница Пелагея Рязанская Предсказывала Священство Поведет Народ В ад У них В этом Будет Необходимость Шли бы Сами В ад А народ Пожалели бы Большинство Духовенства Желает Создать Особую Церковь По разуму Человеческому Чтобы не Славить Христа Небесного Святители Не желают Светить Законного Царя Это И есть Отступление От Постановления Святого Духа Которое Не Простится Вовек Владыки Сами Сократили Свою Присягу Чтобы не Служить Царю И не Учить Этому Народ Разве Духовенство Не знает Что Этого Делать Нельзя Знают Но Умышленно Делают Предантихристовы Священства Все Почти Погибнет Огонь Вечный У Ария Разверзлась Чрево И Выпал Кишечник По Молитве Святителя Афанасия Великого Вот Был Молитвенник Перед Богом А Нынешнее Духовенство От Мала До Велика Просто Ждут Антихриста Чтобы Погубить Себя И Народ Говорила Блаженная Пелагея Рязанская Духовенство Мнит о себе Высоко Да В какую Пропасть Они Идут Стоит Только Им Смириться И Начать Славить Царя Небесного И Его Помазанников Все Станет С головы На ноги И Жизнь Настанет Мед И Млеко Праведница Божия Девица Пелагея Говорила Что Можно Спасти Россию От Антихриста Что Все В руках Патриарха И Архиереев Но Они За Безбожную Власть Представьте Себе Говорила Прозорливая Пелагея Сколько У нас Было Священников При царях Но Жизни Истины Они Не Могли Найти Жизнь Поистине По Христу Будет Найдена После Воскресения Из Мертвых Преподобного Серафима Саровского Колдуны Убили Нашего Царя Батюшку И Захватили Над Нами Власть Говорила Слепенькая Пелагея Рязанская Они Под Видом Немцев Поляков Русских Захватили Все Богатство России Чтобы Удушить Православный Люд Чтобы Истребить Церковь Когда Умру Сказала Она Народится Антихрист Угодница Божия Пелагея Рязанская Говорила Что При Короновании Антихриста В Иерусалиме Евреи Увидят У него Не ногти На пальцах А Когти Это Будет Сразу Обнародовано Среди Евреев И Многие Из них Не Положат Печать Антихристову Кто Не Примет Печати Царство Небесное И Без Других Подвигов А Кто Примет Станет Бесом Во плоти И Уже Никогда Не Покается Получит Вечный Огонь Будет Три Великих Чуда Первое Чудо В Иерусалиме Воскресение Из Мертвых Святого Патриарха Еноха И Святого Пророка Ильи На Третий День После Убиения Их Антихристом Второе Чудо В Свято-Троицкой Сергии Лавре Воскреснет По Воцарении Антихриста Преподобный Сергий Встанет Из Раки Дойдет На глазах У всех До Успенского Собора И Затем Вознесется На Небо Вот Будет Здесь Море Слез Тогда Уже В обители Делать Будет Нечего Благодати Не Будет А Третье Чудо Будет В Сарове Господь Воскресит Преподобного Серафима Саровского Который Будет Живым Порядочное Время Кто Пожелает Тот Увидит Его Живым О Сколько Жи Будет Тогда Чудес Говорила Блаженная Девица Пелагея Прозорливая Я К ее Словам Был Очень Внимателен Только Слушал Да Молчал Удивлялся Пелагея Слепенькая Говорила Что Мощи Преподобного Отца Серафима Находятся В Москве У одной Благочестивой Старушки Ангел Господень Когда Будет Нужно Велит Ей Обратиться К Первой Иерарху И Сказать Что У нее Находятся Мощи Преподобного Серафима Эти Святые Мощи Понесут На плечах Через Каширу По Волгоградской Дороге Через Михайлов Тамбов А оттуда В Саров В Сарове Отец Серафим Воскреснет Из мертвых В то время Когда Его мощи Будут Нести Народу Будет Тьма И Великое Множество Болящих Исцеляться Про Воскресение Его В Сарове Будет Объявлено По радио И телевидению И Народу Будет Не С числа В это Время Со Всего Мира Прибудут В Саров Много Иностранцев И Священства И Просто Любопытных Все Уверятся В воскресение Преподобного Серафима Да Истинно Это тот Старец Который Посвятил Себя Богу На этой Земле В этой Местности Такое Вот будет Всемирное Диво Из Сарова Серафим Пойдет В Дивеевскую Обитель Пешком Его Будут Сопровождать Последний Государь С Царственным Священством И Море Народное По дороге В Дивеева Преподобный Серафим Сотворит Много Чудес Да И В Дивееве Тоже Он Будет Обличать Духовенство В предательстве И измене Будет Проповедовать На весь мир Покаяние Говорила Угодница Божия Пелагея Серафим Саровский Объяснит Всю Историю Все Расскажет И будет Обличать Пастырей Как младенцев Покажет Им Как правильно Креститься И многое Другое Даже Евреи Уверуют В батюшку Серафима А через Это В Господа Иисуса Христа Представьте Картину Сияющую Во всему Миру Солнца Пелагея Рязанская Говорила Что Епископы Российской Православной Церкви Отступят От истинной Православной Веры Не будут Верить Пророчествам Воскресения России Для Обличения Их Будет Воскрешен Из мертвых Преподобный Серафим Саровский После Стольких Дивных Чудес Духовенство Будет Иметь Преданность Ко Господу То есть Будет Научать Народ Служить Батюшке Царю Всем Сердцем Предсказывала Прозорливая Пелагея Не принявшие Печать Евреи Издадут Жестокие Законы Против Чародейства Которые Сами Сейчас Насаждают И Будут Сами Уничтожать Всех Колдунов До Единого Блаженная Пелагея Прозорливая Предсказывала Что Антихрист Объявится Из Америки И ему Поклонится Весь мир Кроме Царской Православной Церкви Которая Сначала Будет В России А потом Господь Подаст Своему Малому Стаду Победу Над Антихристом И его Царством Поклоняйся